Серия Диабло одна из тех игровых вселенных, про которые принято говорить легендарно, и в которую я не играл до 2023 года. Я вообще в годы триумфа серии больше угорал по другим играм. Чаще всего это были шутеры, что-то такое динамичное, яркое. Ещё я любил игры, в которых есть какой-нибудь редактор карт. В тот же Warcraft 3 от Blizzard я больше залипал как такой мудр-дизайнер карт из средней школы. А вот именно гриндовые игры, в которых нужно лутаться, качаться, в мою зону интересов не входили. Все РПГшки мне казались медленными, сложными и скучными. Чем-то, знаете, для взрослых, которые не могут оценить всё величие второго Сирио Сэма, например. Однако в Диабло играл мой брат, пара моих знакомых и друзей, и игра, конечно, как-то отпечаталась в моём сознании. Я помню картинку мрачных подземелий и локации второй части, которые я зацеплял, когда видел на экранах их друзей. Помню, как мама одного из моих корешей говорила мне, кивая в сторону своего сына, к которому я пришёл поиграть в гости, что вот смотри, у него тут игра с названием Диабло. Как такое вообще можно считать нормальным? Вы что, душу продаёте сатане? Ну, знаете, бывали такие моментики у многих с играми. Но за пределами этих воспоминаний и стыдных историй Диабло для меня не существовало. Однако ближе к зрелому возрасту, и особенно когда я начал работать в игровой индустрии, я стал чувствовать какое-то небольшое сожаление, что ли. Как будто мой игровой кругозор без пройденной Диаблы сквозит пробелом. И хоть я и презираю философию, не играл в игру Икс, не геймер. Любопытство всё же потихоньку брало верх. Некоторые знакомые уже по Destiny сообществу иногда тоже отваливались от Дустана на время обновлений в Диабле, и это только лишний раз было мне напоминанием о том, что я собирался поиграть. Но Destiny забирала массу времени, и нырнуть в ещё одну гринделку было для меня прям непозволительной роскошью, честно скажу. И вот к моменту релиза четвёрки я всё же созрел. На Destiny я приспособился тратить меньше времени, и позалипать во что-то принципиально для себя новое, и при том прошедшее проверку временем, стало возможным. И забегая вперёд, кажется, это идеальный тайминг для того, чтобы прикоснуться наконец к серии игр Blizzard. При том, что сами Blizzard в последнее время ведут себя, не знаю как это назвать, очень странно, а эту часть Диаблы делали вовсе не они. В этом видео я поделюсь своими первыми и откровенно нубскими впечатлениями от первых часов так 20 игры. Расскажу, понравилась ли мне игра, поделюсь проблемами на старте, с которыми я столкнулся, ну и конечно, раз это канал Triple Vibe, который как бы рассказывал несколько лет только о Destiny, затрону тему, может ли она заменить скучающим стражем Destiny на месяц-другой. Обо всём этом расскажу, но сначала уделим буквально несколько секунд спонсору видосов, а то Диабло дорогая игра, знаете ли. Спонсор этого видео двинг.нет, проверенный сервис по помощи в прохождении заданий в Destiny для тех, кто ценит своё время и нервы, ссылка и промокод на скидку в описании. Я не буду даже пытаться в то, чтобы оценивать игру в рамках хуже или лучше она предыдущих частей, насколько история укладывается в известный до этого лор, откровенно говоря, я вообще не могу назвать себя фанатом фэнтези сеттинга, и чаще всего он меня отталкивает даже от культовых игр. Тот же Dark Souls, Ведьмака или Zelda Scrolls. Я так и не прошёл, сколько ни пытался, сколько себя насильно по неусаживал за них, но нет, не идёт. Так что этот внезапный интерес к четвёртой Диабле для меня прям аномальный. Думаю, что после Дустана соскучился по мрачнику, а Диабло в этом кое-что понимает. Реки крови, надрывные крики, в общем, почти уровень Доки 2. Специальное оружие, как вытаскивать кишки в течение 10 минут. То есть это вот длится вот 10 минут. В четвёрку я впервые поиграл во время открытой беты, и об этом писал в Телеграме, и уж не знаю, какие такие струны деда она затронула, но мне понравилось вот прям сразу. Атмосферу чувствовал я именно игры, а не её мира. И думаю, меня просто откинуло в детские эти воспоминания, и я такой, о, я играю, похоже, в ту самую игру сижу. Ну и если мы сейчас посмотрим отзывы игроков и критиков, именно фанатов, которые там со второй Диаблой ждали, когда же Диабло станет нормальной, судя по всему, той самой она ощущается для многих старожил и фанатов серии. Это-то после Иммортала и пони уровней в тройке. Игра ощущается, ну, очень приятно. Это именно что ААА Кликер с тем уровнем проработки РПГ элементов, который мне был интересен. Ветки прокачки каждого класса настолько разнообразны, что я убеждён, что после полного прокача своего первого персонажа, это, если что, разбойница, мне будет также интересно возвращаться к игре вновь и изучать её с другой стороны чуть позже. Я не вникал в историю, да и не было особо желания, я хотел насладиться именно игровым процессом, и я от него кайфую, как от качественного и супер иммерсивного продукта. Такой насыщенной осязаемости мира, как здесь, я от изометрии, честно признаюсь, не ждал. И этот магический эффект создаётся достаточно детальной прорисовкой локации, звуком, графика тоже вполне себе ок. Притом, да, многие подземки и локации выглядят одинаково, те же погребы вообще все половину, как копирка, но думаю, что в пределах первых десятков часов это не будет особо утомлять и не утомляет, а потом, скорее всего, просто забью, ну и скажу, ну ладно, ещё одно одинаковое подземье. Погнали. Но отдельно я бы хотел ещё похвалить звук в игре. Именно он делает так, чтобы мир ощущался живым, детализированным и тактильным. Мне нравится, что любое действие в игре даёт тебе ощущение почти физического отклика, лишь с помощью звука. Работа с ним в Диабло 4 проделана удивительная и, на мой взгляд, недооценённая. Благодаря лишь ей я чувствую, как прогибаются старые доски, насколько тяжёлые ворота открываю, как ветхи, собранные в кучу бочки и ржавое оружие. Я чувствую, как разлетается пыль с ящиков, которые я случайно прокидываю в поисках лута. Я посмотрел несколько обзоров и отзывов по игре и нигде не встречал обсуждения этой детали. Возможно, она так чётко сыграла, опять же, именно для меня, вы знаете, как я уделяю таким вещам внимания, но обратил я на это свой взгляд ещё с первых минут игры в бетку. И потому мне кажется это правда важным. В сети можно найти информацию о том, как разработчики работали со звуком, и это довольно интересный материал, но сейчас не буду особо отдельно углубляться в это, чтобы не уводить от темы, но если вам интересно это изучить, то я вот прям рекомендую погуглить. И да, геймплей на Диабло именно такая, какой выглядит. Бесконечная рубилова демонов, гоблинов и прочих мерзких созданий. На самом низком уровне сложности вы едва ли вообще столкнетесь с достойным отпором, но это ощутимо убивает интерес и ощущение от игры. В раннем доступе я начал на первом уровне мира, исходя из мысли, что я так скорее пробегу весь контент, который я в бетке уже видел, зачем мне по второму разу потеть, а затем уже повышу его. Но уже минут через так 30 мне это так наскучило, и я переменил на второй уровень мира. Мне правильно посоветовали вы в телеграм-канале так сделать, лучше выбрать вторую сложность мира с самого начала, она так, она и не станет испытанием, но игра хотя бы начнёт ощущаться как игра, а не как избиение беспомощных перед полубогом тварей. В сравнении с той игрой, из которой я пришёл сюда, не могу не отметить, как многое в сборках билдов зависит и от снаряжения, и как это здорово сбалансировано. Например, легендарное снаряжение, которое мне на момент записи всё ещё представляется как супер редкость, не могу не отметить, это те самые экзоты из Destiny, но только не которые нерфают или добавляют, чтобы было что в сезонник положить, а те, которые работают. То есть они прям улучшают вашего персонажа, помогают ему, дают новые обилки и свойства, и ничего не ломается в балансе. А чё так можно было что ли? Из проблем, с которыми я столкнулся за первые три дня с релиза в раннем доступе, вылеты с серверов. Я играю на Xbox, и вылеты случаются примерно раз в 2-3 часа. Обычно это не сильно критично, и я бы списал это на то, что не развернули, может, все серваки в полную мощность. Однако, к примеру, когда я проходил подземелье в соло, потратил на это практически час, а перед финальной дверью словил ошибку и кик на титульный экран, перезапускать его желание отбило напрочь. Так что да, проблемы с серверами вездесущие, и они сильно портят любую игру-сервис, особенно когда это завязано на коопе, но кроме этого я не натыкался на игровые баги или другие ошибки, и это, разумеется, хорошо. Из-за того, что я не сильно хочу взрываться в сюжет игры, мне куда интереснее закрывать сайт квесты, рассказывающие локальные такие приземленные истории жителей в этом демонском аду. Наткнуться на женщину, подозревающую мужа в изменах, вызваться ей помочь и найти его после очередной ночи вне дома и обнаружить куда более страшную тайну, чем романтическую интрижку. Или спуститься в подвал, чтобы помочь в сеансе экзорцизма над бедным ребенком и утешить его горюющего отца. Вот такие мелкие истории прям классно погружают меня в мир игры. И делают это на том уровне, который мне подходит. За масштабными событиями я, конечно, тоже слежу, но это только потому, что Лилит уж очень горячая. Ну и, естественно, как бы мне тут смолчать и не ответить на замечание игроков в Destiny о том, как много общего геймплейна у этих двух драчилин на букву D. И как следующий из этого вопрос, насколько интересно игроку Destiny в Diablo 4? Ну, как я погляжу на то, как многие игроки пошли играть в Diablo из моего списка друзей, достаточно интересно, знаете ли. Особенно, наверное, если у вас нет такой предвзятости к фэнтези сеттингу, как у меня. Многие геймплейные параллели между этими играми проводятся не просто с мыслью о том, что одна игра подсмотрела что-то у другой, хотя это тоже безусловно так, Близзы когда-то в незапамятные времена консультировали Банджи на этапе разработки Destiny, подземелья, сайды, порталы, публичные мероприятия, рейды, если они вообще есть в этой части, затерянные брошенные погреба, это же просто базовый набор любой ммо-рпг. Конечно, будут сходства. Так что да, отрицать, что игры похожи по своему предложению проводить время за бесконечным гриндом снаряжения глупо, как и глупо сравнивать Diablo 4 только с одной ммо-игрой. Но для меня опять же ценно, что играя в Diablo, я не пытаюсь что-то сделать быстрее других, я не рашу контент в желании скорее добраться до эндгейма. Я наоборот даю себе чуть освоиться и изучить игру, а делать своего персонажа сильнее получается органично и без надрывного гринда, чему, кстати, игра любезно дает возможность. Кстати, приятно удивил баланс игры в коопе, многие, с кем я играл из друзей, значительно различались со мной по уровню. Так вот игра подстраивает всех противников индивидуально по левелу каждого игрока, так что никто никого не забустит и не провагонит. Все вносят вклад в прохождение на равных и получают за это ценный лут. Подводя итог, Diablo 4 мне нравится. Игра стала для меня открытием и подарила возможность наконец-то прикоснуться к вселенной, о которой я столько слышал, но не находил каких-то крючков, чтобы всё же начать играть. Сработало странное чувство ностальгии по игре, в которую я никогда не играл. Она предложила знакомый жанровый опыт без достигаторской гонки, которая присуща Destiny 2 и которая меня временами душил. Я просто играю, исследую, развиваю персонажа и вникаю в порой сложные механики, к которым не привык. Узнаю что-то новое от друзей, гуглю советы в интернете и прощупываю билды наугад самостоятельно. А сама игра награждает меня и делает моего персонажа сильнее с каждым шагом органично. По крайней мере, пока что это так ощущается. Я знаю, что многие возлагали большие надежды на Diablo 4 и, судя по отзывам тех, кто в серии шарит больше меня, буквально всех, похоже, игра их оправдала. Читая их, я бы мог предположить, что четвёрка может стать для нынешнего геймера, если не столько же важной и культовой, как для некоторых батьков стала двойка, то как минимум очень прочным мостом между двумя поколениями. Я не ожидал, что буду увлечён игрой и что решусь её предзаказать, но вот я здесь рассказываю о своих впечатлениях. Будут ли ещё видосы по Diablo на канале? Пока думаю, что вряд ли. Мне нужна такая игра, которая не будет подгонять меня и искусственно давить на то, чтобы я проводил в ней больше и больше времени ради контента. Так что я просто буду получать удовольствие от игры и следить за тем, как она будет развиваться в будущем, проводить в ней время, пока сезонный контент в Destiny ничем особо не удивляет. Спасибо за просмотр, лайк под видео приветствуется, за комментарий поблагодарю, так что счастливо!